Жители Твери обеспокоены состоянием новой зоны общественного отдыха в микрорайоне Южный. Сквер на улице Можайского обустраивают на месте бывшего пустыря возле роддома. Сдать объект, по словам городских властей, подрядчик должен к концу этого года. Однако уже сейчас определенные вопросы вызывают качество проводимых работ. Подробности в нашем следующем сюжете. Сквер в микрорайоне Южный начали создавать в прошлом году. Место для обустройства новой зоны отдыха выбирали сами горожане. А не для этого на сайте городской администрации было проведено онлайн-голосование. Справедливости ради отметим, эта территория давно нуждалась в благоустройстве. Однако промежуточный результат сильно обеспокоил горожан, следящих за ходом работ. На общем плане кажется, все не так уж плохо. Однако если присмотреться, в глаза начинают бросаться неприятные детали. Только что уложенная плитка где-то провалилась, а где-то и вовсе треснула. По задумке создателей, на месте пустыря к концу этого года должна появиться зона отдыха прямо-таки европейского уровня. Территорию планируется разделить на несколько частей. Для тихого отдыха, для активного детского отдыха, спортивная площадка и рекреационная зона. На всю эту красоту из городской и региональной казны с учетом федеральных субсидий было выделено порядка 19 миллионов рублей. Деньги отнюдь немалые, а потому местные жители уверены, финальное качество работ должно быть куда выше. Ну, если честно, я в шоке, в легком. Я не понимаю, как можно было принять такую работу, во-первых. И, во-вторых, интересно, кто исполнитель. Ну, то есть, посмотреть, если на бордюры, на горизонт заваленный, грунт ушел. Ну, я не знаю, я стройкой не занимаюсь, но для меня это все логично и понятно, что так быть не должно. Некачественно выполненная работа, 100%. Впрочем, понятно, что это далеко не окончательный облик нового сквера. И к его официальному открытию, надеются местные жители, все недочеты будут устранены. Пока же городские власти состояние только что уложенной плитки никак не комментируют, говоря лишь о скором окончании работ. Сделать осталось, судя по всему, немного. Установить 35 фонарей, работающих на лампах накаливания, а на второстепенных пешеходных дорожках светильники, показывающие направление движения. Кстати, подсветкой оборудуют и фонтан, который появится в одной из зон. Его подключат к действующему водопроводу диаметром 200 миллиметров. Потреблять фонтан будет 2 кубометра воды в сутки. Фонтан представляет собой сложную конструкцию из-за вертикальных струй с подсветкой. Ориентировочные сроки – начало четвертого квартала, завершение проекта. В каком виде предстанет сквер по окончании работ в конце этого года, пока загадка. Однако очевидно, что оставлять плитку в таком виде нельзя. Вопрос о том, оставит ли администрация Твери все как есть, или заставит подрядчика исправлять свои ошибки, наш телеканал задал в официальном запросе в адрес городских властей. Какой ответ мы получили, расскажем в следующих выпусках новостей.